Приветствую дорогие друзья, меня зовут Макс Вайсман и в этом топике мы рассмотрим санаторий Томской области. Некоторые жители нашей области попросту не готовы тратить деньги на проезд до санатория, который располагается в каком-то ином регионе и в принципе может воспользоваться санаторием, который расположен на территории Томской области. Также жители других регионов могут рассмотреть отдых в нашей области. Что же наша область может предложить этим людям? Давайте разбираться. Спонсор показа интернет-портал Без Тормозов. Заходите на форум, там есть что обсудить. Всего я насчитал 15 таких заведений. Некоторые называются санатории, некоторые профилактории, некоторые реабилитационные центры или пансионаты с лечением. Есть даже целая не курортология и физиотерапия, которая тоже принимает отдыхающих. Но суть от этого не меняется. Во всех этих заведениях вы можете провести время, отдохнуть и поправить свое здоровье. Всего в нашей области, которая своими размерами на треть больше, чем целая страна Белоруссия, известная своими санаториями, проживает чуть более 1 миллиона человек. И 80% из этого миллиона проживает в Томске и в Томском районе. Как вы прекрасно и сами понимаете, основная часть всех санаториев расположена именно в Томске и недалеко от Томска. Итак, начинаем. Центр реабилитации ключи – современный лечебно-оздоровительный комплекс, который принимает отдыхающих круглый год. Он расположен в 7 километрах от города Томск и имеет довольно неплохое месторасположение в Величественном Сибирском лесу. В центре ключи насчитывается 238 номеров различной категории, что позволяет одновременно разместить более 400 отдыхающих. Для обеспечения комфорта маломобильных отдыхающих предусмотрены лифты, поручни, пандусы. Центр состоит из трех корпусов, соединенных теплыми переходами. Это очень актуально в сибирские морозы. Этот центр с очень современной лечебной базой может помочь людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Также здесь возможна медицинская реабилитация пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, оперативное лечение на коронарных сосудах и клапанах сердца, после ортопедических операций, реимплантации конечностей и так далее. Это очень серьезное узкоспециализированное заведение, куда едут поправлять свое здоровье из различных регионов нашей страны. Ценник соответствует уровню заведения. Самое дешевое – это одно место в трехместном номере. Это будет стоить 2700 рублей. Санаторий «Синий утес». Он расположен на берегу реки Тами. В этом месте находится высокий утес из глинистого сланца. И этот утес является геологическим памятником природы. Глинистый сланец, если смотреть на него издалека, дает голубовато-серый цвет. И, собственно, это и послужило названием «Утеса». Ну и, соответственно, санаторий называется в честь этого геологического памятника. Естественно, в этом санатории есть все, что нужно для отличного отдыха и лечения. А лечат там систему кровообращения, ордена пищеварения, костно-мышечную систему, нервную систему, гинекология, мучеполовая система, кожная, эндокринная система. Конечно же, есть закрытый бассейн. И многое другое. Это, наверное, самый любимый и известный санаторий у томичей. Кстати, это не только сам по себе санаторий, это волк в санаторной шкуре. Этому предприятию «Синий утес» принадлежит и еще один санаторий, о котором чуть позже. Томичи очень любят ездить, отдыхать, ходить по парку, по лестнице, которая ведет к Томи. Я сам недавно туда ездил. Всем привет! Веду репортаж из Березы. Из Березы. С качели Березовой. Заходи, заходи. Аттракцион. Я тебе уступлю место. Сейчас попробуем. Ой-ой-ой. Так, держитесь, люди, скоро лето. Ай-яй-яй. Ладно, залезть. А вылезть, ты думаешь? Все будет норм. То есть, главное, посильнее раскачаться и что? Ну, давай раскачиваться. Как, как вообще? Как самоочувствовать? Неплохо, да? Да неплохо, в общем-то. Можно и в космос полететь, как-никак. Алла, ты хочешь? Нет, спасибо. Я тут постою. Я тебе скажу, очень необыкновенное ощущение. Туда-сюда. Как-то так. Верхнизу. Начинаешь ловить, что в животе такое. Приятная сладость. В стоимость входит 4-5 разовое питание и начинается эта стоимость с 2550 рублей в сутки за трех или четырех местный номер. Более комфортные условия, естественно, другие цены. Санаторий Чижимто расположен на берегу реки Чая в селе Чижимто. Он находится в 280 километрах от города Томска и в 40 километрах от города Колпашево. Казалось бы, далеко и неудобно вдали от основных транспортных путей. Тем не менее, когда в 1950-х годах геологи пробурили скважину в этом месте и вместо нефти полилась горячая вода, образовав небольшой такой водный резервуар на земле. Геологи, естественно, забросили попытку бурить в этих местах дальше, но местные жители стали пользоваться этой водой. Они в ней купались и скоро все поняли, что вода обладает целебными свойствами. После этого возник дикий курорт, люди приезжали, ставили палатки вокруг этого нового водоема. Поэтому появление санатория здесь это был всего лишь вопрос времени. В Чижимто лечат огромное количество различных заболеваний типа органы пищеварения, нервная система и так далее. Я не буду и дальше рассказывать по каждому санаторию, это занимает очень много времени. Все профили лечения вы можете самостоятельно найти, когда будете выбирать в каком санатории вам отдохнуть. Но хотелось бы сказать, что несмотря на удаленность этого санатория, огромное количество людей выбирают именно его. Это о многом говорит. Эконом-класс трехместный блок начинается от 2800 рублей в сутки. Санаторий Космонавт назван так в честь первого полета человека в космос и делает этот санаторий акцент на общеукрепляющем, общеоздоравливающем лечении, а также закаливании. Потому что, как они считают, индивидуальные болезни лечить сложно до тех пор, пока не будет общей базы здорового организма. Санаторий располагается в 18 километрах от города Томска, около поселка Богашова, где находится Томский аэропорт. Санаторий находится прямо в сердце Богашовского кедровника, поэтому оздоровлению гостей также способствует лес, хвойный запах, чистый воздух. А осенью там настоящие кедровые шишки. Совершенно уникальный сибирский продукт, который сам по себе лечит от многих болезней. Так что я рекомендую посещать этот санаторий именно осенью. На территории санатория также есть уникальный музейный комплекс, который называется Томский Кремль. Здесь возведены городские стены. В общем, настоящий сибирский острог, где также есть воеводская канцелярия, погребная, где в атмосфере прошлого можно отведать настоящих сибирских блинов с травяным чаем. Путевка в стандартном номере для взрослого начинается с 2500 рублей. Санаторий-заповедная располагается в одном из самых экологически чистых районов Томской области, 30 километров от города, село Вершинино. Санаторий состоит из двух кирпичных корпусов и шести коттеджей. Также этот санаторий примечателен своими конными прогулками, сауны с бассейном. Но основной бассейн здесь только летом. Он открытый. Ценник начинается с 1800 рублей в сутки, но это не является публичной офертой. Сами понимаете, это то, что я увидел на их сайте. Санаторий-профилакторий Прометей расположен в Сосновом Бару на берегу реки Томь в экологически чистой лесопарковой зоне в 27 километрах от города. Санаторий работает круглый год и одновременно способен принять до 250 человек. Цены начинаются с 2200 рублей за одно место в двухместном номере. Санаторий Кедровый. Это совершенно новый комплекс, который на самом деле еще пока не готов полностью, но уже открыл свои двери. Естественно, там самое современное медицинское оборудование. Этот комплекс построен на деньги ГАЗ-Транс, Транс, ГАЗ-ПРЁМ, ГАЗ. В общем, какой-то газовой организации, принадлежащей ГАЗ-ПРОМу. И, как я понимаю, люди, которые не имеют отношения к ГАЗ-ПРЁМу, они не могут туда заехать. Но это пока. Может быть, в будущем это будет возможно. В любом случае, хорошо, что такие новые комплексы строятся. Расположен он рядом с уже озвученным ранее санаторием «Космонавт». Санаторий «Энергетик». Правда, сейчас это парк-отель «Энергетик», но на самом деле его суть от перемены названия не поменялась. Там по-прежнему лечат и находится он на берегу реки Томи, буквально в нескольких километрах к югу от Томска. Бесплатный Wi-Fi на всей территории санатория, бесплатное проживание детей до 5 лет, бесплатные экскурсии. Ценник начинается с 2000 рублей при двухместном размещении. Санаторий «Чайка». Еще один санаторий, который не находится в Томском районе. Он находится в Кожевниковском районе на берегу реки Обь, на одной из крупнейших рек мира. Обь – самая длинная и самая широкая река России. Весной она разливается до 80 километров в ширину. Для сравнения, река Нева, которая вытекает из Ладожского озера и впадает в Финский залив, на которой стоит Великий город, в длину 74 километра. Написано, что санаторий «Чайка» может предложить шестиразовое вкуснейшее питание. И при этом санаторий «Чайка» специализируется на борьбе с лишним весом. Как это сочетается, я не знаю. Обязательно съездите туда и напишите в комментариях, что же там такое, чем там кормят. Пансионат и источник в Чижимто. Помните, когда я рассказывал про Чижимто, на карте было две точки? Санаторий «Чижимто» и пансионат «Источник». Они находятся на разных берегах реки Чая. Вот как раз посмотрите, через реку видно санаторий Чижимто. Это хорошо, что помимо пафосного санатория Чижимто, есть альтернатива в виде пансионата «Источник». Пансионат из французского разновидность гостиницы с полным обслуживанием жильцов. Пансионат с лечением. В общем-то, это, наверное, и есть санаторий, правда? Поэтому мы спокойно включаем источник в список наших санаториев. И надо сказать, что побывать в этой Томской Камчатке, ну, в общем-то, эти горячие подземные воды, которые схожи с гейзерами Камчатки по своей структуре, в общем, побывать здесь стоит, конечно же, значительно дешевле, чем побывать на Камчатке и испытать примерно те же ощущения от сероводородной воды. Дополнительно, без ограничений, бесплатно предоставляются рыболовные снасти, велосипеды для взрослых и детей, бильярд, бесплатно, кстати, мячи для футбола, волейбола, библиотека шезлонги, настольный теннис, настольные игры, мангал, решетки, посуда. Ну, в общем, вы там заплатив 1600, 1600, точнее, от 1600 с человека за сутки вполне можете бюджетно неплохо отдохнуть и подлечиться. Санаторий-профилакторий номер 2. Вот так вот он называется, а вот так выглядит их сайт. Наш санаторий и какая-то красивая женщина. Ну, видимо, в санатории посчитали, что эта женщина больше привлечет клиентов, чем фотографии самого санатория. Не знаю, почему они так решили, но по факту санаторий номер 2. На запросы о ценах ни по электронной почте, ни по телефону не ответил. У меня вообще большие сомнения, что эта организация работает. Если знаете, напишите в комментариях, что там происходит. Да, с санатория номер 2 я начинаю рассказывать о санаториях, которые находятся в городе Томске. Ну, как в Томске? Этот не в Томске, а в городе Северск. Раньше это был Томск-7, но потом эти сепаратисты отделились, и на севере города Томска появился город Северск. Ну, вот как-то так получилось. Развал Советского Союза повлек за собой и развал Томска. На самом деле Северск очень компактный, очень аккуратный и очень чистый город. В нем есть два санатория, номер 1 и номер 2. Но они не очень сильно заморочились названиями. И так, как вы уже понимаете, следующий санаторий будет санаторий номер 1 из города Северск. И если по санаторию номер 2 мне удалось найти хоть какие-то картинки, ну, например, бильярдный стол из этого санатория, то по санаторию номер 1 все гораздо сложнее. Известно лишь только то, что он принадлежит санаторию Синий Утес. Очень странно, такой уважаемый санаторий, как Синий Утес, владелец данного санатория, где никто не отвечает на телефоны, что там происходит, непонятно. Санаторий у них традиционно рекламирует красивая женщина. Очень странный подход, учитывая то, что в основном клиентами санаториев как раз таки и являются женщины. Хотя чего это я, красивая женщина, всегда к месту. Но мне кажется, что женщина из санатория номер 2 все же красивее. Или это одна и та же женщина? Или это сестры? Ну, ладно, переходим к санаториям более понятного Томска. Потому что в Северске вообще ничего не понятно. Санаторий профилакторий ТПУ. ТПУ означает Томский политехнический университет. Это один из ведущих вузов России. Например, в рейтинге Форбс среди 20 самых востребованных вузов у работодателей Томский политех находится на восьмом месте. Санаторий находится непосредственно в городе Томске. Что там по санаторно-курортному лечению, я честно не выяснил. Но судя по фотографиям, там все очень ультрасовременно. И если вы хотите отдохнуть прямо в городе, то это один из вариантов. Томский НИИ курортологии и физиотерапии. В принципе, этот научно-исследовательский институт занимается, ну, например, медико-биологическим сопровождением спорта высших достижений. Слово допинг вам знакомо, да? Но на самом деле они занимаются исследованиями по применению региональных адаптогенов растительного и животного происхождения, продукты пантового мороловодства с целью повышения физической работоспособности и психоэмоциональной устойчивости, адаптации к высоким нагрузкам у спортсменов. Ну, то есть допинг, но натуральный. Также занимаются клиническими исследованиями лекарственных препаратов для медицинского применения, курируют научно-методологическую работу других санаторно-курортных учреждений сибирского региона. Ну, сами понимаете, на каждую процедуру нужно много разрешений и исследований, так вот они этим и занимаются. А еще они занимаются тем, что принимают отдыхающих на санаторно-курортное лечение прямо в центре города Томск. Локация данного санатория вообще не имеет себе равных. Рядом находятся пешенебельные гостиницы, администрация города и области, драматический театр, большой концертный зал. В общем, все то, что стоит посетить в нашем городе. И из этого санатория вы сделаете это пешком, прогуливаясь. А самое главное, что по цене санатория, а не рядом стоящих пешенебельных отелей. При этом в отеле вам не предложат четырехразовое питание и также процедуры. Это такой лайфхак для иногородних. Если вы планируете посетить город Томск, например, по каким-то делам, вы же все равно будете снимать гостиницу, так не лучше ли снять номер или место в этом санатории и заодно подлечиться, при этом живя в самой центровой локации города. А подлечиться вы там точно сможете, потому что уж НИИ курортологии и физиотерапии точно знают толк в санаторном лечении. А вот их цены, дорогие друзья. Питания 1982 рубля с четырехразовым питанием стоит один день, а без питания 1808 рублей. Таким образом, четырехразовое питание стоит всего 174 рубля в день. Для меня это, честно говоря, загадка. Либо там не очень питание, либо-либо, если вы что-то знаете, напишите. Последний санаторий из нашего списка мог бы быть, а также и 16-й, и 17-й и так далее. Тоже могли бы быть, но, к сожалению, на русскую землю спустилась путинская стабильность, и санатории выходят из строя. Да и не только санатории. Получается, я ошибся, у нас не 15, а 14 санаториев, потому что некоторые путинскую стабильность уже не пережили. И, кстати, по северским санаториям-профилакториям номер один и номер два тоже непонятная ситуация. Пишите, пожалуйста, если что-то узнаете в комментариях. Спасибо за просмотр! Теперь, если вдруг вы решили санаторно-курортно отдохнуть в Томской области, вы знаете, из чего выбирать. Всем всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok